добрый день дорогие друзья и посетители канала недавно я попал на вот этот канал называется молния тиви и вот это вот видео вы видите название вы меня слушаете или я вас слушаю давайте я вас тоже послушаю ну вам какая позиция конкретно непонятно то что вы писали в хэка комикс первая позиция зачем вы устроили охоту на агуник хачатурян или хачатур ванну с чего мы устроили охоту это исходя из каких слов вы говорите хотя ваших комментариев группе где угрожают где обещают ее найти за то что она просто по иметь цель ической позиции и признает карабах частью азербайджана вот за это то есть вы этого не делали правильно камран какие именно высказывания от администрации или модераторов хайтерака говорят о том что мы собираемся ее искать или еще что-то вы про то что собираем ребят ставрополе про то что вы знают и книг даться конечно 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 мы собираемся пойти на пикник все верно а он колаю счастливого пикника и собираетесь пойти на пикник большое спасибо а что конкретно непонятно в нашей позиции вы говорите о том что это только усиливает национализм а в чем проблема нравится пойти на пикник и пишут то что я увидел и я со скринил и собрал у себя около тысячи четырехсот двадцати трех скрина за 22 часа это прекрасный показатель того насколько вы сильно готовитесь к пикнику да все верно мы готовимся к пикнику и явно его организация пройдет успешно хайтераке круче меня от того просто вопрос что что повторите все вместе в хайтераке вот все все вместе бы и я один вы все вместе круче меня здесь каждая круче у нас здесь есть девчонки такие боевые то что поверьте вот каждый круче меня вы так думаете правильно вы считаете то что нет считаю то что я считаю то есть мне интересно почему я вам так интересен почему вы делаете скрины моих видео выставляете собираетесь пойти на пикник не просто интересно чем это моя такая небольшая скромная персона вас заинтересовала чем на самом деле кимран этому есть разумеется объяснение и объяснение заключается в том что вы встречаетесь далеко неосведомленными людьми с недалекими людьми с людьми достаточно глупыми и из диалога с ними то есть вы общаетесь с людьми которые вам не могут ничего противопоставить которые не могут ничего сказать карить мне вы себя считаете нацистом или расистов или националистов м вы себя считаете чего с чего такие выводы а вот что ваш ник а в сети telegram фюрер спал потом и хайка то есть фюрер вы себя считаете нацистом правильно почему все такие утверждения почему фюрер у меня был бы ник кораблестроитель я бы наверное плавал бы в море или мечтал хотя бы опару сам суть есть объяснение почему ник фюрер чему фюрер на долю вы понимаете не обязательно не обязательно фюрер это в принципе если мы будем ссылаться на какие-то конкретные термины если мы пойдем по терминологии фюрер это вождь фашистских организаций либо политический вождь руководитель в принципе вождь фашистской организации так получается что плохого фашизма какая проблема у вас как мечтали майн камп правда как я его читал четыре раза по его читал конечно конечно как переводится майн кал на армады язык моя борьба ваша борьба против меня против вас против нас нет никакой борьбы о чем зачем с вами бороться вы продавайте как мы можем конкретно важен ну вот вы борете вы выбрали название себе своего ника фюрера то есть вы являетесь вождем фашистской организации интересно чем я заинтересовал великого фюрера чем вы заинтересовали великого фюрера к сожалению великий фюрер застрелился еще в сорок пятом году ну и все такое вы можете зайти сюда и найти этот это видео в ю тубе и прослушать его полностью единственное что в конце вот такое вот замечание который не смог ответить ни на один вопрос при этом яростно крича и при этом устраивая здесь истерику как и подобное азербайджанцам сейчас кем ран пойдет успокаиваться его сестра уже готова успокаивать уже готова всем сердцем принимать своего брата как кем-лан успокаивается я вас всех приглашаю на вечеринку иване да и собственно говоря если кто-то еще хочет голосовой чат прямо сейчас мы запустим голосовой чат х и к комикс где включим все микрофоны и там уже сможем общаться на темы которые собственно говоря интересуют всех присутствующих с кем раном я думаю мы разобрались и было все очевидно и понятно всем счастливого ходжалы ребята нажимаете на кнопку хай тарак потом обсуждение и там будет голосовой чат х и к комикс всего доброго счастливого ходжалу слава нации ну вы слышали в конце он говорит всем счастливого ходжалы и слава нации да то есть меня заинтересовало это что это за группа в телеграм-канал телеграм-канал значит называется хай тарак и вы заметили что у него вот этот знак его да это знак то есть изображен трехглавый пёс это цербер из мифологии что означает цербер вот мы заходим сюда значит читаем злой свирепый надсмотрщик злой пёс будто бы охраняющий вход в ад что такое цербер из древнегреческой мифологии цербер это трехглавый пёс сидящий у входа в царство аид подземное обиталище мертвых значит переносный смысл слова цербер свирепый бдительный страж а также злая собака свирепый бдительный страж то есть страж который охраняет который не допускает это злая собака с тремя головами вот такой вот символ символика у этого значит телеграм-канала меня это заинтересовало и я значит зашел на этот канал вот этот канал хай-тарак 18 плюс хай-тарак это канал единомышленников цель которых сохранить армянские традиции и ценности значит мы видим что у этого канала 7000 829 подписчиков то есть почти 8000 подписчиков на данный момент вот чем занимается этот канал ну я посмотрел его полностью этот канал значит что я могу сказать так вкратце канал хай-тарак переводится слова хай-тарак как позор на армянском языке позор создан молодыми русскоязычными армянами националистами как я понимаю они переехали в армению какая-то часть их живет в россии какая-то часть живет в армении или в других странах но насколько я понимаю это в основном русскоязычные люди живущие в армении которые видимо будучи взрослыми переехали в армению потому что достаточно хорошо говорит на русском языке значит они последователи цеха крона цеха крон это нацистская идеология гарегина ныжде исходя из этой идеологии цеха крона армянский народ разделен на касты ведущий в этом народе это цеха март то есть мужчина глава рода герой и воин то есть вот эти цеха март и эти главы рода это костяк народа дальше идет масса народа то есть в принципе сам народ а называется жуглурт народ и в самом низу а вот этой вот всей картины да армянская армянского общества находятся токанки подонки токанк от слова так токанк это подонок или внутренние турки то есть есть внешние турки до азербайджанцы турки а если внутренние турки то есть те кто готов к мирному лояльному сосуществованию с турками и азербайджанцами те кто лоялен представителям других народов и культур таковым объявлена война а на этом канале вообще в интернете да то есть они действуют в интернете канал имеет также явно русофобскую и крайне антизападную позицию этот армянский нацистский канал занимается терроризмом и шантажом в интернете они открыто нападают на тех кто например едет на отдых в турцию они нападают на армян любящих и слушающих к примеру азербайджанскую музыку да очень популярны среди армян нападают на армян и армянок выставляющих все эти нескромные фотки начинают шантажировать угрожать им публикуют все их данные на этом канале на местах встречаются с ними и их родственниками шантажируют заставляют публично извиняться нападают на армянок и армян которые открыто дружат или общаются с азербайджанцами но в россии это очень известное дело что многие армяне достаточно лояльны и идут на контакт с азербайджанцами дружат посещают друг друга то есть там нету такого вот национализма или какого-то такого напряга да и вот этот канал направлен именно против такого общения каких-то контактов с азербайджанцами оскорбляют унижают девушек и парней встречающихся или вступающих в брак с представителями других национальностей выкладывают их совместные семейные фотки например вот этих семейных пар их детей их аккаунты их данные до называют их грачами и грачихами или армянами призывают местных армян например если это по иметь место где-то в армении или в россии или в другой какой-то стране призывают местных армян то есть соседи этих людей к нахождению их и активному противостоянию им вот я значит зашел на этот канал во первых вот посмотрите вот этот знак вот он вот этот трехглавый цербер да страж который как бы призван охранять нравственность чистоту нации и так далее ознакомимся немножко с каналом хай тарак эта группа основанная армянскими националистами наши идеи радикальные без компонент бескомпромиссные мы существуем чтобы влиять на наш народ вырывая паразитов что распустились среди нас пусть и в глубокие корни очерняя их мы указываем на ошибки которые непростительно совершать многие приняли истинный путь стали другие встали на путь переосмысления исправления обесславленные токанки то есть подонки стали нам врагами то есть вот так разделяется армянское общество чем нас больше тем мы сильнее в вас наша сила встаньте наши ряды друзья подпишитесь и распространите нас дальше выражает благодарность братским каналам вот перечень каналов которые поддерживают работу хай тарак это другие каналы подобного же содержания в телеграме здесь вот практические какие-то моменты армении он милитари портал друзья наш канал переходит в практическую плоскость то есть они не только болтовни и занимаются но и практическими шагами какими-то мы собираем свою команду для обучения экипировки и для защиты родины самым плотным взаимодействие с армией то есть фактически вот это вот организации или вот это вот этот канал он фактически взаимодействует с армией по их словам мы проводим очень строгий отбор кандидатов нужны идейные борцы до 30 лет возраст и вот перечисляется их качество одно из качеств готовы к полнейшему подчинению то есть это как типа как как я понимаю гитлер югент также вы можете помочь нам предоставив место сборов и совещаний желательно в ереване поддержать нас материально закупка эпикировки экипировки и транспорта так дальше идем вот тут вот можно приобрести одежду обратите внимание вот это вот армения от моря до моря автомат вот посмотрите асала террористическая организация вот это можно приобрести в россии ходить так вот в россии вот асала видите вот открыто люди покупают и ходят с этой символикой доставка по всей россии армении странах снг вот пожалуйста немножко об идеологии этого канала что какая идеология какая какое направление какое понимание или мировоззрение у администраторов ведущих этого канала что какую информацию они представляют то есть каком направлении многие говорят наш враг номер один это турки частично согласен почему частично то потому что наш враг номер один этот турка подобные армяне они являются оружием для турков с помощью которого они уничтожают нас все думают как бороться с турками как превзойти их в плане вооружений так далее скажу одно когда все здравые армяне объединяться в кулак и начнут бороться против турка подобных армян все наши внешние враги развеются в воздухе как пыль то есть главная проблема это армия это токанки внутренний турок согласно категории к категоризации значит горегина нжд да о которой мы уже сказали это внутренние турки токанки если разобраться с ними решить проблему с ними то внешний враг то есть настоящие азербайджанцы и турки они развеются в воздухе как пыль им уже нечем будет противодействовать нам у них не будет оружие не позволяйте токанкам уничтожать нашу нацию развратная женщина не способна воспитать сильного мужчину слабый мужчина не способен защитить свой народ то есть цель значит создание семьи и жизни армянской пары мужчины и женщины это воспитать сильного мужчину значит родить мальчика воспитать чтобы защитить свой народ дальше идем цитата с парапета гарагина нжд народ который не умеет наказывать своих внутренних негодяев не сможет наказать и внешних врагов каждый раз когда народ не имеет морального мужества наказать виновников своих несчастий история наказывает его посредством тех же негодяев вот цитата гарагина нжд наказать внутренних негодяев то есть армян которые лояльны к другим народам в частности у которых нет ненависти к азербайджанцам к туркам которые готовы жить в мире и согласии с этими людьми дальше посмотрите видите видите мы люди рода то есть вот слово цех до цеха крон цеха народ это то что стоит над народом то есть это внутренний костяк внутренний стержень народа его самая такая стойкая часть как скелет в теле мы люди рода а а потому мы осуждаем и презираем всех туркоподобных лже армян которые в совокупности свои являются сбродом сброд виновен во многих грехах по отношению к армянскому народу разложение моральных и традиционных ценностей трусость предательство духовное рабство отказ от армянских ценностей и адатов отказ от своих корней отказ от своего рода отказ от своей истории своим равнодушием к судьбе рода сброд осквернил звание армянина наша сила в единстве сброд своими поступками разделяет армян мы служители рода мы осуждаем и презираем тех кто отказывается от своих единокровцев тех кто разделяет наш народ делая его слабым сброд представляет собой самый худший вид армянина то есть вот речь идет о токанках до согласно вот этой раскладке нажды мы осуждаем и презираем тех кто принял рабство вместо борьбы те кто предал свой род свою своей трусостью и предательством осквернил армянскую нацию потомки хайка пройдут через все мы все дети хайка в наших жилах течет его кровь кровь армянство кровь которая пролита не зря читаем дальше то есть здесь у нас такая подборка идеологической составляющей этого канала макиавелли в своей книге государь немало говорила силе интересная книгой кстати что касается силы силы это то что необходимо пресекать более сильным участникам скажем так международные арены книга государь актуально по сей день точно так же как и политические приемы которые описывал макиавелли как только у армении есть возможность стать сильнее россия всячески пытается этому препятствовать ибо сильный конкурент эту уязвимость дальше читаем над слабым можно иметь контроль и можно манипулировать он будет делать все в твоих интересах россии это не выгодно как и любой сильной стране то есть как я понимаю это вот такое вот отношение к россии у этого канала нацистская германия например все знают что нацисты это сила вот на кого надо равняться значит на нацистов нацизм и фашизм сильнейшие идеологии которые существуют по данный момент каждое государство борется с ними ибо никто не хочет видеть сильным кого-либо кроме себя то есть люди боролись страны боролись фашизмом только потому что фашизм был сильным и не хотели чтобы вот было было такое сильное образование в чем причина причина разумеется в конкуренции то есть вся причина борьбы с фашизмом это это борьба с конкуренцией почему я говорил о германии нацистская германия страна которая покорила всю европу вырезала 26 миллионов советских граждан выстроила мощную экономику настроила мощнейшую армию весь мир понял в ком сила эту силу подкармливал запад хотел ослабление сильного советского союза нацизм и фашизм сила которую все боятся и пресекают государство основанное на силе в роли фашизма или нацизма она не будет просто ослаблять она будет уничтожать более слабые извиняюсь за тавтологию организации или движения россия основана на слабых безграмотных поэтому идет пропаганда против сильных нацистов и фашистов точно так же как и в армении и это будет происходить дальше все будет делать так чтобы сильные не смогли поднять голову сильная идея но слабость именно в подавлении этой идеи так почему уже у нас большинство выродков которые так боятся фашизма и нацизма то есть если вы боитесь фашизма и нацизма вы относитесь к выродкам они трусы человек трус который обработан пропагандой суть которой именно в том чтобы не дать поднять голову сильным чтобы слабых было большим большинством это тоже согласуется с учением церакрона которая воспевает силу то есть она призывает чтобы род и народ армянский народ был сильным потому что в мире понимают только язык силы это учение основное учение церакрона гарегина нажды если вы обратитесь к его трудам к его источник к этому источнику вы найдете эти значит фразы эти мысли у гарегина нажды да и кстати вот хочется сказать что когда кемран сказал значит спросил этого админа администратора этого канала а как ты смотришь на то что многие армяне во время великой отечественной войны сражались против фашизма проливали свою кровь против нацистской германии да то есть они стали вместе с представителями других народов и защищали значит человечество в принципе от этой страшной чумы фашизма на что администратор ответил вы можете зайти на этот ролик или же вот здесь у него на канале он говорит что мои дедушки они не сражались они не сражались в рядах советской армии и они не участвовали то есть он это как-то так с гордостью говорит что они не воевали против фашизма да вы можете найти эту информацию тоже вот знак видите такая вот армянская свастика тоже движение высшей ценностью для нас является служение роду а потому мы осуждаем туркоподобных армян которые совокупности своей являются сбродом сброд виновен во многих грехах по отношению к армянскому народу а именно разложение моральных традиционных ценностей трусость духовное рабство отказ от армянских ценностей адатов отказ от корней от истории своим равнодушием судьбе народа они осквернили звание армянин мы осуждаем и презираем то есть вот этот вот цербер до трехглавый пёс он строго наблюдает значит он следит контролирует чтобы не было вот этого вот развращение предательства кто своей трусостью оскверняет имена армянских героев оскверняет наш род сколько бы сброд не сквернял звание армянина сколько их не было бы много истина в одном побеждает качество они количество потомки гайка пройдут через любые препятствия вас славят рот навеки видите какие знаки самое лучшее оружие точурок против армян и нации это армянские предатели то есть работа канала направлена в основном против предателей это доказано исторически смотрите на сегодняшних армян особенно тех кто проживает в ереване или в диаспоре в российской федерации в основном массе это фуценные предатели черни у которых нету понятия чести и достоинства это ублюдки являются первым оружием врагов против нас ублюдки они умело используют этих чертеть чтобы ослабить нашу веру нашу национальную идентичность каждый раз когда вы будете закрывать глаза на всяких тик токовских шлюх которые топят за мир с чурками или обши романскими орками каждый раз когда вы восхваляете ляфт гайрки кянка то есть хороших парней жизнь каждый раз когда вы слушаете музыку азеров каждая сказала вы гоните на таких каналах вот на хайторак вот перечисляется и другие церакрон видите то помните что все лучшее что вы самое лучшее оружие тачурка против армян но напомним вам что рано или поздно наши кинжалы и справедливый гнев доберутся до вас визе то есть прямая угроза месть истинный хайорты достанет вас всех без не хайорты это армянской армянской чадо армянский сын армении скажем так написано парк хайкин парк хайорты нерин то есть слава армянам слава сынам армении вот такой вот айорты defend your land защите свою землю дальше идем если среди ваших знакомых друзей родственников и даже родных есть сторонники бошиняна и чуркачана не раздумывая берите любой острый предмет в руки в антитиму в горло ей в горло просто режьте мочите их должно стать как можно меньше чтобы нас нас истинных исконных армян голосующих за жира и рассе филян было большинство режьте убивайте их месть хай пособие для исконных армян как я уже сказал на этом канале большая часть контента этого канала это слив материала из инстаграм или из других каких-то социальных сетей где показываются значит девушки плохого поведения армянки которые встречаются вот с русскими парнями там русских парней называют сохами кстати очень интересно вышла замуж засоха вот армянская девушка вот она находят и начинают высмеивать издеваться потом комментируют вот это все здесь то есть в основном весь контент он такой какая-то армянка выставляет нескромные фотографии значит надо ее добить найти найти и так далее и вот на фоне вот этих вот девушек предлагается фотография правильной девушки армянской девушки правильной посмотрите вот на нее вот она видите скромная с оружием с портретами андроника гарригина нажды черно-белая это вот образ армянки предлагаемый вот этим каналом а какая политическая направленность этого канала вот смотрите вот это арапа пьян ндп значит вот эта партия головы голосовые чаты этот человек не брезгует общаться с этими фашистами да фактически поддерживая их и они являются тоже поддержкой для вот этой партии арапа пьяна и вот этого вот человека жирайра сэфеляна вот голосовой чат будет сэфеля нам вопросы нашему гостю и так далее то есть поддерживают вот эту вот политическую силу в армении а дальше борьба с ассимиляции армян более такое вот узкая узкая направленность посмотрите вот этот вот ролик послушайте его телеграм-канал почему важны смешанных блоки что значит армянское воспитание устаревший термин рублюда в биологии в настоящее время почти полностью вытеснен словом гибрид гибрид же продукт смешивания думаю понятно какую тему мы будем разбирать армянин для армянки армянка для армянки почему армянин должен жениться на армянке а не на русской самое элементарное потому что почта быть уверен в том что дети будут поминать нескольких сотен лет мы живем на грани вымирания небольшое количество людей в отсутствии националистического воспитания ассимиляция в россии в других странах где человека с окончательством имени ян стыдного владельца необходимо сохранять свою нацию и свою личность это так кажется что подумаешь выйду самого за русского и живусь на русской пройдет еще поколение еще поколение и какой фото полная ассимиляция и растворение среди других наций армянам с детства необходимо учить быть будущей живой армянина и матерью армянина которая в случае необходимости отдаст жизнь и свою родину в зависимости от возможностей необходимо иметь в семье более трех детей для дальнейшего нашего развития два ребенка заменяют родителей один ребенок идет на пополнение конечно лучше иметь четыре ребенка и больше но объективный вариант тяжелого реализа жить в удовольствии это сделать последний год благороднейшее что может сделать армянин это посвященно жить нацию и родину и дети которые будут преданы своей нации и будут готовы защитить свою родину даже будучи в россии необходимо делать все для того чтобы вернуться на историческую родину в россии навсегда так и будет с чужими не кричать те кто стоят в россии должны воспитывать атак чтобы в случае опасности вернуться на родину и стали получены на свои нации Продолжение следует... Вот вы сами слышали, почему нельзя смешивать кровь и в чем смысл армянского воспитания. Кровосмешение. Грех против природы. Мы часто можем видеть на улице интернациональные пары. Меня лично при виде их тянет блевать. Наверное, вы задаетесь вопросом, почему они выбрали спутника другой нации. А что еще хуже расы? Здесь все очень просто. Это люди, ненавидящие свой народ, так как они не хотят оставаться теми, кем являются. Они стыдятся того, какими сделала их природа. Это люди, которые запятнали свою расу и теряют собственную идентичность. Каждый человек в здравом уме хочет, чтобы его дети выглядели, как он. Правильно воспитанному мужчине, женщине не может понравиться человек другой культуры и расы. То есть это расизм чистой воды. Кровосмешением человек останавливает, фактически убивает свой род. Мисцегенация, то есть расовое кровосмешение, всегда было злейшим врагом не только для нас, армян, но и для всего человечества. В первую очередь для европеоидной расы, расы-созидателей. То есть вот это открыто российский канал. Российский фашистский нацистский канал. Ну вот. Выставляется человек, который, значит, где-то имеет свой какой-то аккаунт. И вот его аккаунт дается, этого человека, и он называется Амеба. Армянин, да. Называется Амебой. В нашем районе нету армянина, который не имеет кума азербайджанца. И нету азербайджанца, который не имеет кума армянина. Весь контент у носорога построен на дружбу с азерами. А в комментах уйма чатлахов, поддерживающих его позицию. Какая разница, кто какой нации. Главное, чтобы человек был хороший. Ну, правильно, нормальный человек. Видео-армянин активно призывает одноклеточных к дружбе с чурками-кочевниками. Предлагает дружить, любить и быть вместе. По его мнению, соблюдая эти правила, войны больше не было бы, и все бы жили в мире согласий. Как же просто все у токанков. Такие простые решения всех проблем армянского народа. Ну и по традиции флаг. То есть, этот человек армянин не стесняется выставлять еще свой флаг. Сейчас покажу мою дружбу. Вот русские пацаны, видишь, помогают мне. Вот. И кто по-настоящему? Азербайджане. Кто? Азербайджане. Вот и все. Видишь, Алишка мой. Вот грек. Грек приехал, водитель тоже помогает. Это мой сын. Мой сантехник убежал. Вот привезли материал, сейчас будем будку собирать. Вот это называется дружба, понимаешь? Русские, греки, армяне, азербайджанцы. Вот мы так дружим. А вы друг другу ругаете, материтесь. Вам не стыдно? Да, шутка. О, смотри, как работают они. Видишь, красавцы мои. О, смотри. А на самом деле он азербайджанец, али азербайджанец. Просто он родился здесь. Мотор русский. А в целом, крови азербайджанец. Не теш. Серьезно? Не теш? Я сказал, что пресс. Мы вас всех любим. У вас быть счастливы. Любите друг друга. У нас в нашем марниурском районе нету армянина, который не имеет кума азербайджанца. И нету азербайджанца, который не имеет кума армянина. Дружите. Берите пример от марниурских джигитов. Дружите. Любите друг друга. И будьте вместе. Я вам желаю, чтобы войны больше не было бы. Молодые люди, молодые люди. Помните, когда сказал мой азербайджанский друг, за кого жизнь задам? Вот помните? Вот он, мой джигарик. Клянусь, вот азербайджанец, а сзади вот его отец. Где он? Усё. Вот он, вот он. Тоже в Азербайджане родился, вырос, взрослый человек. Возле рынка. Какой? Хавудский район, село Альшагайпле. Что надо нам делать в жизни армянных азербайджанцев? Мир, мир надо, всё. Всё, мир. Вы слышали? Вот, возле, стою, возле рынка, где вот этот ряд, видите? Навесом, это все азербайджанцы. И вот захожу там, мне, знаешь, что говорят только? Рафикджан без и могла. Правильно, братья? Да, конечно. Клянусь, вот кто обманывает, тот конченый тварь. Он азербайджанец. Вот это его отец. Это очень хороший человек. Он как наш друг, как 18 лет. Привет, передай твоим азербайджанцам. Там 17 тысяч ездить. Всем, салам алейкум. По-вашему сказать. Не воюйте, не воюйте, это плохая вещь. Надо быть дружными, веселыми и хорошими. Вот это мой джигарик, который, говорю, есть. Ещё двое есть, которые со мной работают. Так что, давай, салам алам. Салам алам. Салам алам. Вам огромное, огромное спасибо. Честно, очень приятно. Столько тысячи людей пишут, столько сообщений. Вот последнее время, вот последние семейские, мне очень нравится. Вы никто плохого не говорите. Почти все мне понимают. Ну, некоторые не понимают, но ничего страшного. Все одними мыслами это даже неинтересно бывает. Это раз. Второй. Я комментирую мои видео. Я перед вами не отчитываюсь, просто комментирую. Почему? Считаю нужно, потому что вы мои друзья. Я хочу вам сказать мои мысли. Я никому не говорил, а просил. И азербайджанцам просил, и армянам. Друг другу не материтесь. Если вы своё святого уважаете, если у вас есть святого, чужого не трогайте, чтобы ответ не получить. Это моя просьба была. А самое последнее видео, это да, моего. Это наш. Али, это дружит с моим сыном. Это азербайджанец пацан. Он у меня дома кушает. Мой сын у них дома кушает. Мы дружим. Вы пишите рабство. Они у тебя сколько получают. А почему ты не работаешь? Во-первых, я работаю. Это моя работа. Во-вторых, это... То есть человек вот так вот где-то живёт в другом месте и общается с азербайджанцами. И они с ним общаются. И его называют амёбой этого человека. Предателем, токанком, недостойным вот этого флага. Потому что, вот видите, рядом у него азербайджанский, армянский, азербайджанский флаг. Сделали опрос на этом канале. Если у ребёнка мать армянка, отец другой национальности. Вправе ли он, этот ребёнок, считать себя армянином? И 51% ответили да, 49% ответили нет. На этот опрос на этом канале. И вот он комментирует. Вот у меня появилось пару вопросов к этим 154-м большинству. Вот эта часть. Которые проголосовали за вариант ответа да. То есть если отец не армянин, мать армянка, этот ребёнок может, если он хочет, может считать себя армянином. Вы на приколе? За что вы боретесь? Наша группа презирает грачих. То есть грачих, это армянки, которые, значит, недостойные вот эти, которые выходят замуж за представителей других национальностей день и ночь. Мы кричим вам, что они это мусор для нашего народа. Мы говорим о том, что если армянка выходит замуж за представителей другой национальности, то она уже не сможет родить армянских детей. То есть вся задача человека родить армянского ребёнка. Вы понимаете? Больше нет цели, больше нет задачи. Запомните, национальность ребёнка определяется по отцу. Да. Как минимум в патриархальном обществе. Армяне всегда жили и живут в патриархальном обществе. Поэтому национальность ребёнка определяется по отцу. И только не кричите сейчас, полукровки по маминой линии могут быть достойными армянами, чем чистокровные. То есть некоторые люди хотят быть, если, например, там папа русский, он мать у него армянка, он хочет, например, выбирает для себя быть армянином. Например, есть такие люди. Они могут быть более достойными людьми, но они уже не армяне. Понимаете? Насколько это важно. Полукровки, у которых отцы армяне, а мамы другой национальности. К вам это не относится. Вот такое разделение людей. Дальше идём. Здесь видео, посмотрите. Я не могу даже это включать, потому что это открытая сцена насилия. Посмотрите. Это комментарии. Что здесь происходит? Избиение девочки-цыганки, её братья или старшие в семье, избивают её, потому что она вышла с русским парнем или хотела убежать с русским парнем. Её избивают, причём страшно избивают, я не могу сейчас это показывать. Он бьёт её по спине, по почкам до потери сознания. И это они выставили. И здесь больше 300 комментариев. Вот, 314 комментариев. Называется... Ой, я даже не могу это, чтобы вы смотрели. Кому интересно, вы можете зайти, я не буду это показывать. Страшные кадры. Пишет, говорит, с хохлом хотела убежать. За что он наказал сестру? Да. То есть ставится это в пример. Другой есть ещё момент, тоже там избивают в Афганистане по шариатскому такому суду, избивают женщин, побивают камнями. И дальше у них такой юмор. Это можно найти будет, я не стал выставлять этот линк, ссылаться на это видео. Здесь тоже на канале есть поизбиение камнями, побивание камнями девушки. И пишут, что вот эта администрация Хай-Тарака так будет наказывать или так будет бить вот этих вот грачих, как они называют, этих армянок, которые выходят с сохами гулять, то есть с русскими. Сох это русский на армянском таком сленге. да, сох это лук, то есть так называют, армяне называют русских сохами. Да. Да, и называется это юмор. Минутка юмора, ну или не юмора. Дальше. Еще одна сестра, которая попала под горячую руку одного из админов нашей группы. Только админы нашей группы могут раздавать чапалахи через интернет и комментируют, и смеются люди. Дальше. И некоторые, видимо, начали писать, как бы у кого более-менее человечность какая-то все-таки есть. Вы чего, грачи, совсем долбанулись? То есть, если ваша сестра погуляет с кем-то или решит выйти замуж за Соха, то вы это просто простите? За это в достойных семьях как минимум избивают, чтобы дурь вышла из головы. Я не говорю про действительно мужской поступок смытия грязи в семье. Видите? Вот. Вы что увидели? Легкую жестокость в отношениях к гулящим и включили режим цивилизованных? Вас бы каждого такого пацифиста обоссать. Вот видите, вот такое вот отношение. И дальше. Всем привет! И вы же все знаете, что у меня есть мой дядя Азербайджанец. Так как я армянка, это все, я предала армянский род, но люди бывают вот такие. Сейчас я вам показываю фотки. Вот на экране вы видели скрины в телеграме, которые сейчас меня обсуждают. Мол, я предатель, сидите, моя предатель, это то, что вы созданы азербайджанцы. У меня вопрос, а какая разница реально, кто какой национальности? Вы все это кричите, какая разница, какая разница, а в итоге выходит вот это. Да, была война между Арменией и Азербайджаном, там, Грузией, и Турцией. Ладно, хорошо. Говорят, я чисто крупная армянка. Во мне армянской крови больше, но я наполовину грузинка и абхазская. Как-то так. И в общем. Моего дяди нация, азербайджанская, ко мне никак не относятся, потому что он шлился на моей тете. Моя тетя родная сестра моего отца. Она вышла за него замуж, не я вышла за него замуж. И эта нация может относиться к его детям. Но никак не ко мне. Почему вы сейчас меня осуждаете? Мол, типа, ты армянка, ты предательница. Нет. Я также хорошо отношусь ко всем нациям, тем более к азербайджанцам. Я ценю ихнюю религию, мне там традиции, я все это ценю. Это не означает, что если вы воюете, кто-то из вас с ними, то я тоже должна. Нет. Я ко всем нациям отношусь бомбически. Просто у каждого человека свой характер. Каждый показывает свою национальность по-другому. Кто-то может реально ее опозорить, а кто-то наоборот показать ее с лучшей стороны. Почему я сейчас должна плохо относиться к азербайджанцам? За то, что мы просто воюем чей-карабах? Да пофиг на этот карабах, главное, чтобы люди живые были, целые, здоровые. Я вот этого не понимаю. А тот, кто создал этот телеграм-аккаунт, тебе просто нечего делать. Просто этим ты не завышаешь свою планку, ты просто показываешь, каким ты можешь быть жестоким и обсирать людей за спиной. За тебя больше ничего сказать не могу. Рассуждение тупой шлюхи второсортного происхождения. Девушка смешанного происхождения. У нее там грузинская кровь тоже есть. Она, видимо, в Грузии. И тетка замужем за азербайджанцем второсортного происхождения. Это уже, как у немцев было, недочеловек. У фашистов. Карабах — это Армения, это не кусок земли. Это священная земля, на которой пролита кровь героев. Видите, какое восприятие. К армянской национальности ты никакого отношения не имеешь. Иметь не можешь. Грязная полукровка. Видите, вот. Грязная полукровка. Твоя сущность грузинская дает о себе знать. У таких шельм, как ты, нет национального самосознания, чести, достоинства и других качеств, которыми обладает истинная армянка. То есть истинная армянка — это фашистка. Ты, твоя тетя, твой отец и вся семейная свора являете биомусором. Биомусор. Какая разница, кто какой национальности? Очень большая разница. С таким низкосортным помоем, как озера, нельзя иметь никаких связей. Вот такая гадость. Но этот человек не ограничивается только вот этими выставлениями роликов. Вы думаете, что вы меня унизите? Никогда жизни. Потому что все вишни Аллах со мной. Аллах мне принял. Аллах, далила, я стала мусульманкой. Я радуюсь этим. Пишут. Мне просто, опять же, просто каждый раз подключаются разные люди, которые не знают. Я еще раз повторяю, что... Аида, вот тут пишут, что ты со своими армянами, мол, по-другому говоришь. Мол, говоришь, что Карабах — это не азербайджанский. Такое бывает. Ребята, я не двухлишний человек. Я свое мнение не меняю. Я всегда... Никто не может меня заставлять либо... Хоть будет Аллахану, хоть будет Кяма, хоть президент Азербайджана, хоть Армения. Если я не захочу сказать, я этого не скажу. Я всегда говорила, Карабах — это Азербайджан. Никто об этом не может меня заставлять. Это лично мое мнение. Карабах — это Азербайджан. От того, что вы заходите сюда гадость и пищите, вы думаете, что, вы меня унижаете этим? Нет, не унижаете сами себя. Я как любила, так и люблю Азербайджан. Ты хороший вопрос затронула. Хотелось бы тебя вот так вот еще раз спросить. Завтра, если ты разойдешься со своим мужем азербайджанцем, не поменяешь ли ты свое мнение, что Карабах — это Азербайджан? Ну, конечно. А при чем тут муж? Муж при чем? То есть ты ради Аллаха за справедливость? Ради Аллаха я за справедливость. Ну, при чем? Сегодня он есть, завтра нету. Человек веру меняет не просто так. Я очень долго к этому шла. Очень долго. Ни один день, ни два, ни три. Я много лет шла к этому, я пришла к правильному решению. Аллахам билилла, я мусульманка. Аида, тебе такой вопрос задают здесь. А с чего это ты так любишь Азербайджан? Ребята, я не могу объяснить. Я начала дружить с азербайджанцами. Я вот полюбила этих людей. Я начала полюбить эту нацию. Вот сердце не прикажешь. Понимаете? Вот я шла к исламу, да? Вот я полюбила ислам, Куран, Всевышнего Аллаха. Вот так и мне привело к этому нации. Я люблю азербайджанцев. Разве это преступление или грех? Эта девушка, значит, вышла замуж за азербайджанца, приняла ислам. Она давала интервью азербайджанскому блогеру. И вот здесь выставили объявление на этом канале Хай Тарак. Пишу каждому достойному армянину. Каждой достойной армянке. Каждой. То есть призывает всех армян. Понимаете? То есть вот такая вот сетевая порука. Каждому достойному брату и сестре, кто располагает какой-либо информацией об этой мерзкой жирухе-предательнице, пишите мне сюда. Видите? Мы не будем больше это терпеть. Мы начнем действовать. Прошу всех неравнодушных распространить. И вот 477 комментариев. Эта женщина, где она живет. То есть она армянка этническая, приняла ислам. Она, это больше терпеть невозможно. Распространяйте, найдите ее. Найдите для чего? Видите? То есть этот канал занимается поиском. Вот этот собака, этот пес трехглавый. Страж, который блюститель армянского чистоты, армянской крови или армянского этноса. Такие люди не должны жить. Достойные армяне, найдите эту предательницу. Дайте мне знать, дайте инфо, где она живет. Дальше идем. Давайте, грачи, я вас жду. Вот он я. Один из админов Хайторака в данный момент прибывает в Краснодаре. Там должна пройти встреча с грачами из-за одной армянки. Уже больше часа он не выходит на связь. Я связался с его братом, он уже едет туда. Также туда отправились единомышленники. Ждем новостей. Данный ролик был отправлен этим чатлахом перед встречей. Также он скинул его в админский чат. Больше никаких вести от него не было. То есть вот вызывают людей на встречу, чтобы разбираться с родственниками этих девушек, которые встречаются с русскими, с азербайджанцами, с представителями других народов, выставляют, по мнению, нескромные фотографии, ведут не совсем армянский образ жизни, лояльны к азербайджанцам. То есть это же Россия, территория России. То есть это же не Армения или не АО, не какое-то, не какая-то это. Дальше идем. Некая Самира Сарибекян. Пост про Самиру будет удален. Со мной связался ее дядя. Мы провели адекватный разговор. Он осознает, в чем ошибка их. Просит извинения. Гарантировал, что подобное никогда не повторится. Самили 10 лет. Надеюсь, это будет последний ее проступок в жизни. Видимо, она где-то что-то выставила. Или что-то сказала. Не то. Ребенка, над ребенком, значит, они находят родителя. И контролируют. Вот эти собаки. Дальше идем. И за то, что... И за то видео, которое я сняла. Какое видео ты сняла? Не хочу говорить. Я тебя ебал так. Да? Да. То, что я не охрана. Хорошо. Извините. Я не знаю, что ты никакого отношения... Ты отношения... Я никакого... Я никакого отношения не имею к армянской национальности. Потому что ты кто? Ты шлюха, бля. По поводу Дага. Твой Даг, кто, бля, очко ебанное. Которое, бля, при первой возможности ссыканул, бля. По разговору, бля, с ним. Было это? Было это? Я не знаю, где с ним позвонил. Позвони ему прям сейчас. Зачем? Эджмиадинская, ребят. То есть, что, ну, в Самаре, в Павлия, где-то... ...вот который, в Сулендок, со штанов, не теряюще. Сейчас он должен перезвонить, потому что на эти деньги уходит. Вот, на, держи. Номер Дага. Говори, говори, вот. Девятнадцатый город. Санкт-Петербург, видимо. Пояснение. Эта горачиха спала с Дагом, сняла это на видео, кинула в армянскую беседу. Чтобы показать, что она взрослая. Основу нашей группы настигли и сработали очень оперативно. Учитесь, как работает элита хайторака. Вот так нашли девушку и потребовали извиниться. Пост про Нуне будет удален. Надеюсь, ее слова не будут пустыми. Пусть это будет последняя ошибка. Нашли также и обработали ее. Пост с Римой будет удален. Девочка, благодаря нашим наставлениям, осознала свою ошибку. Пообещала, что такое не повторится. В силу юного возраста, надеемся на исправление. Я извиняюсь перед тем армянским народом за свое поведение. Обещаю, что такого больше не повторится. Благодаря администратору хайторака я осознала свою ошибку. Еще раз приняшу свои извинения. Пост с Анной будет удален. Девочка, благодаря нашим наставлениям, осознала свою ошибку. Пообещала встать на путь исправления. И будет не допускать подобных ошибок. Надеемся на искренность исправления в силу ее возраста. Вот этот пост был удален. Она принесла свои извинения. Сразу скажу, у нас все сохраняется в архиве. При малейшем проступке будет выставлен пост. То есть назад вернут информацию про эту девушку. Видите? Где-то у нее нескромные фотки. Где-то она там с русскими. Или там с другими. Общается. Или еще что-то такое. Неармянское поведение. Здравствуйте. Я написываю это видео специально для мусорного оператора. Чтобы извиниться перед моим армянским народом. И обещаю, что он сможет, чтобы ему не повториться. Что можно сказать? О чем можно говорить? Вот здесь вы видите. Они выставляют. Вот парень тоже дает интервью. Его оскорбляют здесь. Называют тупое аморфное существо. Армянин, который выходит на контакт с азербайджанцем. Вот армянки. Тут таких огромное количество. 1762 фотографии. Или вот этих данных этих девушек. Которые, по мнению администраторов вот этой группы, проявляют вот такое неармянское поведение. И что хочется сказать? Просто обратите внимание, если эти люди живут в Армении, то я не знаю, в принципе, к кому можно обратиться. Просто как информация. Насколько вообще правомочно действия вот этих людей. Находить так девушек, парней, заставлять извиняться, шантажировать, наказывать, выставлять это все. Конечно, это на совести, прежде всего, этих людей. Также это общество. Я думаю, что общество должно в Армении или, скажем, я не знаю, в других местах, должно как-то отреагировать на подобное. В принципе, это фашизм чистой воды, это расизм, это нацизм неприкрытый. И это все называется как-то сохранение чистота армянской нации, армянской крови. Чистой воды фашизм. Все под прикрытием, под вот этой личиной, под вот этим портретом Горегина Нажде. Делайте выводы. Продолжение следует...